25 июля – день рождения писателя, актёра, кинорежиссёра и сценариста Василия Макаровича Шукшина. 45 лет его уже нет с нами, но до сих пор у него остаётся огромная армия поклонников. Каждый год в конце июля на его родине, на Алтае, проходят шукшинские дни. И тогда в Барнаул, Бийск и в его родное село Сростки приезжают многочисленные гости – писатели, поэты, актёры, режиссёры и поклонники его творчества. К сожалению, в этом году фестиваль «Шукшинские чтения» не состоится из-за эпидемиологической обстановки. Весной было упущено время для его подготовки. Возможно, какие-то мероприятия перенесут на сентябрь. В частности, планируется провести кинофестиваль. Но отдельные акции, посвящённые его памяти, его творчеству, всё-таки проводятся и сейчас. Например, Дом-музей писателей в Сростках с 1 июля проводит акцию о шукшине высоким слонгом. Каждый штрих его биографии, его творчества вызывает глубокий и устойчивый интерес у того, кто хоть однажды прикоснулся к его произведению. 2020 год – год 60-летия окончания писателем в ГИКа. И если бы фестиваль состоялся, то, по всей вероятности, был бы посвящён этому немаловажному факту его биография, который определил его жизнь и судьбу. Большую часть жизни он прожил вне Алтая, но всегда душой и сердцем стремился к нему. Он очень любил свою малую родину. И всё его творчество отмечено кровной сопричастностью с жизнью и трудом, радостями и бедами его земляков. Герои книг и фильмов его – это люди советской деревни, простые труженики со своеобразными характерами. В произведениях шукшина дано лаконичное и ёмкое описание деревенского быта и глубокое знание языка. А на первый план в них зачастую выходят нравственные проблемы и общечеловеческие ценности. Он неоднократно высказывал надежду о том, что когда-нибудь и сам вернётся в свои родные места. Насовсем. Есть у него рассказ с говорящим названием «Выбираю деревню на жительство». Главный герой его – бывший сельский житель. Он не собирается уезжать из города, но поговорить, помечтать о деревенской жизни стало для него необходимостью. Вот небольшой отрывок из него. Была одна странность у Николая Григорьевича, которую он сам себе не сумел бы объяснить, наверное, если б даже захотел. Но он и не хотел объяснять и особенно не вдумывался, а подчинялся этой прихоти, как многому в жизни подчинялся. Вот что он делал последние лет пять-шесть. В субботу, когда работа кончалась, когда дома в тепле ждала жена, когда всё в порядке и на душе хорошо и мирно, он выпивал стаканчик и ехал в трамвае на вокзал. Вокзал в городе огромный, вечно набит людьми. И там есть место, где курят, возле туалета. Там всегда днём и ночью полно дым коромыслом. И галдёж стоит непрерывный. Туда-то и шёл прямиком Николай Григорьевич. И там вступал в разговоры. — Мужики, — прямо обращался он, — кто из деревни? Таких всегда было много. Они-то в основном и толклись там, деревенские. — Ну, — спрашивали его, — а что тебе? — Хочу деревню подобрать на жительство. Нигде, может, кто в курсе, не требуются опытные складские работники. Я тридцать четыре года проработал в этой системе. И Николай Григорьевич доверчиво, просто и с удовольствием и подробно рассказывал, что он сам деревенский, давно оттуда уехал, работал всю жизнь на складах, а теперь под старость потянул опять в деревню. И тут-то начиналось. Его как-то сразу прекрасно понимали с его тоской. Соглашались, что да, сколько по городам не околачивайся, а если ты деревенский, то рано или поздно в деревню снова потянет. Начинали предлагать деревню на выбор. Николай Григорьевич только успевал записывать адреса. Начинали шуметь, спорили. — Да уж ты со своей вязовкой! А ты знаешь ее? Чего ты сразу руками-то замахал? Ты хоть раз бывал там. Вязовку-то? Да я ее как облупленную знаю, вашу вязовку, Господи! Вязовка! У человека к старости желательно, что природа. А при чем тут природа-то, — вступали другие. Надо не от природы отталкиваться, а от работы. Я не знаю вашей вязовки, но склад-то там есть. Человек же прежде всего насчет работы спрашивает. — Нет, — говорил Николай Григорьевич, — желательно, чтоб и природа, конечно. — Да в том-то и дело, что он тебе склад. Склад он и есть склад. Теперь они везде есть. И если, например... — Ну, вы тоже рассудили, — говорил какой-нибудь степенный. — Только поорать. Ну, склад. Они действительно везде теперь. А как, например, с жильем? У нас вон и склад, и река, и озеро. А постройки страшно дорогие. Ну, сколь так, — вникал в подробности Николай Григорьевич. Это смотря что требуется. Ну, например, пяти стенок. Добрый еще. С постройками? Ну, да. Баня, сарай для дров. Ну, навес какой-нибудь, завозня там. Я построгать люблю в свободное время. Если, допустим, хороший пяти стенок, — начинал соображать мужик, — банишка. Не разварюха, конечно, хорошая баня. Хорошая баня, сарай из горбыля. У нас в основном все сараи из горбыля идут, из отлета. Белорама в деревне? Не в самой деревне, а на отделение. Ну-ну. Если все честь по чести, огород нормальный. Огород нам старухой большой не надо. Ну, нормально, их теперь больших-то и нету. Нормально. Если все честь по чести, то будет так. Три, три с половиной. Тысяча, — изумлялся кто-нибудь. Нет, рубля, — огрызался Степенный. Ну, это уж ты загнул. Таких и цен-то нету, — сомневались. Степенный вмиг утрачивал свою степенность. А чего ради мне загибать-то перед вами? Что я? Свой дом, что ли, навяливаю? Я говорю, как есть. Человек же спрашивает. А чего так? Несусветные какие-то цены. Что у вас там такое? Ничего. Совхоз. Так а чего дорого-то? С ума, что ли, сошли там? Мы не сошли. Сошли там, где постройке, я слышал, на дрова пускают. Вот там-то и сошли. Это уж я тоже не понимаю. Это я слыхал тоже. Рублей за триста, говорят, можно хороший дом взять. Ну, за триста, не за триста. А как твоя деревня называется, — записывал Николай Григорьевич. Завалиха. Не деревня, село. Это где? А вот, если сейчас ехать, и мужик подробно объяснял, где его село и как ехать туда. Спасибо. 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 Спасибо.